И сто с лишним лет школа может принимать учеников. Это собственным примером подтверждает здание учебного заведения в деревне Калыбейского района. Однако всему есть предел. Сруб и доски не вечные. Да и за окном третье тысячелетие. Какие перспективы у векового здания узнала Наталья Гармашова. То ли конец 19-го, то ли начало 20-го века. Даты строительства этого здания расходятся. Две основных, которые фигурируют в исторических справках, в 1898 и 1908 годы. Но как бы то ни было, постройке уже больше ста лет. И она по-прежнему в рабочем состоянии. В ее стенах идут уроки для 63-х учеников и семерых дошколят. Поддерживают вековое здание в порядке педагоги сами. И белим потолки, и красим полы, потому что хочется, чтобы дети пришли в красивую школу, в светлую. Учитывая, что здание старые, стены неровные, потолки хватает на год хотя бы. Вот тех работ, которые вытравили. Да, хватает. Хватает. На год хватает. Вот даже сейчас, посмотрите, у нас потолки сейчас пока не побеленные, так как идет замена окон. Но, тем не менее, все чисто у нас. Замена окон здесь ждали многие десятилетия. Новые стеклопакеты призваны сберегать тепло в классах. Но вот в стены в этом вопросе уже не так надежно, как век назад. Им требуется капитальная внешняя отделка. На все сразу денег нет, поэтому ремонт ведется поэтапно. И существенный рывок был совершен именно в последние несколько лет. В 2014-м заменили кровлю и в основном здание, и в пристройке, которая появилась в середине прошлого столетия. В 2019-м возвели модульный теплый санузел. В прошлом установили новый котел отопления. Теперь монтаж полсотни окон. А следующим летом обновят полы. Местами они сильно просели. И особенно в приспособленном спортивном зале. Средства на капремонт выделяют районные и республиканские бюджеты. Конечно, вопрос, возможно, будет стоять о том, что нужно строительство новой школы. Но законодатель так распоряжается, что чтобы строить новую школу, надо признать действующую школу аварийной. Но вопрос бы о строительстве новой школы я бы не отодвигала далекое будущее. Строительство любой школы сегодня прерогатива в первую очередь федеральных программ. Но чтобы вступить в них, необходимо провести колоссальную подготовительную работу. Вероятно, старт ей будет положен уже в ближайшие дни. В Калах побывает межведомственная районная комиссия. Составят акт визуального осмотра помещений. От этого будет зависеть необходимость проведения детальной экспертизы здания на степень аварийности. А между тем вопрос возведения новой школы на 75 мест в селе поднимается уже не один год. Лет 10 назад в деревне даже отвели место под стройку. Но на том дело и закончилось. Родители опасаются, что придёт время, когда учебное заведение из-за ветхости вовсе закроют. И детей на уроки придётся возить в другие сёла. Конечно, родителям спокойнее будет, если будут дети учиться вот здесь под боком. Если уроков каких-то нету, они пошли домой, пришли. А если ребёнок, допустим, заболеет, я работаю в городе, я не могу в любой момент сорваться, допустим, и ехать в Новокурск ребёнка забирать со школы. В управлении образования всё же не исключают такой вариант подвоза детей. Но добавляют лишь на период строительства или же масштабного капитального ремонта кальской школы. Хотя эти вопросы пока так и остаются на стадии разговоров. Наталья Гормашова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.